Друзья, давно ни для кого не секрет, что Сергей Шнуров не страдает комплексами и не печалится излишней скромностью. Их у него попросту нет. Но даже в своей без малого 47 певец и музыкант оборотов не сбавляет, а иногда, наоборот, со всей силы давит на газ, то и дело ввязываясь в публичные конфликты и перепалки с другими знаменитостями. И новая информация. Шнуров заявил, что будет баллотироваться в свою Госдуму. Но ведь без эпатажа Сергей Шнуров не был бы Шнуром. Трибют группировки Ленинград, Dream West, Rest Music Hall, пробка, полный зал и опять успех. Программа «Каза». Давай придумаем воздушный шар, который будет отправляться и приземляться у тебя на летней площадке. И в момент полета ты будешь вкусно кормить гостей. Это, конечно, крутая идея, но ты понимаешь, пробка, она одна такая. Надо быть здесь внутри, чтобы вот так вот кайфануть, как сегодня кайфуют наши гости. Можно летать на воздушных шарах и даже на Марс полететь. Но круто и кайфово здесь сегодня. Из достоверных источников мы знаем, что Шнуров любит естественность. И на одном из концертов Германии в городе Нюрнберг он выступал полностью обнаженный. И ему, видимо, так понравилось выступать в костюме Адама, что он повторил этот воздушник еще в нескольких фестивалях. Олег, какие у тебя планы с помощью смены костюмов? Показать людям ***. Так. Ну, знаешь, я уже близок. Почему? Потому что уже сегодня около 500 человек. Когда их было 50, я думал о смысл. Ну, зачем они будут показывать видео, фото, это все не то, понимаешь? Я думаю, как мы дотянем где-то до 700, я обязательно выйду в первые 2-3 песни абсолютно в костюме Адама. Почему бы и нет? Мне есть что показать и есть что спеть. Как ты считаешь, на 8 марта самый популярный и традиционный подарок для женщин? Какой будет? Я думаю, красивое нижнее белье красного цвета зайдет. Твое? Почему мое? Ну, женщинам же подарок. А, все. Купить бюстгальтер и трусики красивые. Почему нет? Записали? Все, кто надо, записывайтесь. Хватит на всех. Вы, скорее, хвост всего вечера. Да, так оно и есть. Дело в том, что меня очень часто посылают. А я подумал, зачем бегать далеко. Поэтому сегодня я пришел в домашний, когда говорят, иди на хуй. Я обычно иду ко мне, да. Я просто видел, сколько девчонок дергает вас за... Да. За... Да. Дергает вас. Да, да, безусловно. Для того, чтобы сфотографироваться. Это же какая память на всю жизнь фотография с вами. Я считаю, что у каждой девушки должна быть фотография с ***. Мы сегодня будем развивать тему, что уже настолько все на трибютах Ленинграда сроднились, что пора уже на следующую вечеринку приходить обнаженной. Готово? Нет. Почему? Я на следующую приду. Обещаю. Да. Вы как двойник Аллы Борисовны Пугачевой. Готовы ли вы сделать трибют группировки Ленинград в новом исполнении Пугачевой? Конечно. Потому что давно, думаю, не слышали и скучают за этим. Поэтому я готова. Конечно, готова. Скажите, а возможно в тексты, которые исполняла в свою очередь Алла Борисовна, внедрить ненормативную лексику? Я думаю, этого не стоит делать. Потому что она певица для интеллигенции? Ну почему же? Это певица для всех. Ее все любят. Можно, конечно, вставить некоторые слова? Ну мы же знаем, что Примадонна иногда использует эти слова, особенно в интервью. Использует, если они нужны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова